Всем большой привет, мои дорогие! С вами снова Таня, и сегодня будет видео про то, чем я убираю свой дом, про мои пустые банки бытовой химии. Никогда еще не снимала на эту тему, но очень люблю сама посмотреть такие видео у других блогеров, и поэтому решила, да, почему бы мне тоже не снять про свою бытовую химию, чем я убираю дом. Все-таки все мы с вами хозяюшки, все мы с вами убираемся, создаем уют дома. Я надеюсь, что такое видео будет для вас интересно, и, кстати, дайте знать мне в комментариях, как вам такая тема видео, интересно вам это или нет. И давайте по порядку пройдемся по моим пустым банкам бытовой химии. Начну со средства от бренда Вейли или Вайли. Это средство для удаления жира. Тут написано, что это эко-средство, подойдет для любых поверхностей плит и духовок, в том числе и стеклокерамики и индукционных плит, что оно на основе растительных компонентов и без аэрозольного облака. Вообще, я обычно покупаю шуманит для удаления жира, потому что шуманит это прям самое эффективное средство. Ничего круче, чем шуманит в плане эффективности я пока еще не пробовала. Но шуманит просто адски воняет, просто невозможно воняет, и с ним, мне кажется, надо убираться только в противогазе или в респираторе, ну потому что просто невозможный запах, очень сильный, прям аж разъедает все слизистые. Поэтому я хотела найти что-то такое более деликатное, но при этом тоже эффективное. И попалось мне вот это вот средство, и вы знаете, я им осталась действительно довольна. Оно хорошо удаляет жир, конечно, не так, как шуманит, не вот так вот, не с одного мгновения. Жир оно растворяет, но все-таки хорошо работает. Иногда бывает, если жир прям уже пригоревший, приходится нанести 2-3 раза подряд, тогда только полностью жир убирается. Но если жир еще такой свеженький, не пригоревший, не присохший намертво, то тогда и с одного раза хорошо убирает. Конечно, это не совсем средство без запаха, все-таки здесь присутствует определенный химозный запах, и если его распылить много, то запах достаточно активный. Но, девчонки, с шуманитом это просто небо и земля, реально намного приятнее в использовании. Поэтому, да, если где-то увидите, попробуйте, попробуйте, действительно неплохое. Я, кстати, покупала в Перекрестке, у меня тут еще немножко осталось, я еще обязательно его допользую, пока не выкидываю, просто вот взяла в пустые банки, потому что скоро закончится. Следующий, последующий, посыпалось все на пол, следующее, что хочу показать, это капсулы для посудомойки от бренда Finish, Finish Powerball All-in-One Max. Ох, сколько я уже капсул попробовала для посудомойки и дорогих, и дешевых, и пока ничего лучше Finish я еще не нашла. На второе место могу поставить капсулы от Fairy, но от Finish мне нравится больше, потому что капсулы от Fairy уж очень едкий запах после себя оставляют, и от них пахнет посуда потом. От Finish посуда не пахнет, и при этом очень здорово отмывается любая грязь из посуды, любой жир, любой пригоревший жир. Практически всегда посуда прям вот идеально отмытая, единственное, с чем не справляются эти капсулы, когда прям ну супер что-то пригоревшее, тогда с первого раза может не отмыться. Но так я ими очень довольна, единственное, конечно, что цена у них кусачья, они далеко не бюджетные, но я обычно жду, когда на них будет скидка, и покупаю их со скидкой, потому что без скидки цена какая-то прям безумная. Если вы, кстати, знаете хороший капсул для посудомойки, при этом побюджетней финиш, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, я буду прям вам очень благодарна. Следующая банка это средство для холодильника от бренда Topper. Покупала я его то ли в Альдорадо, то ли в МВидео, уже не вспомню, потому что это было уже очень-очень давно. Оно суперэкономичное, и это такой спрейчик, который распыляешь в холодильник и просто протираешь тряпочкой, его не нужно смывать. При этом полочки после него остаются блестящими, без разводов, и запах свежести в холодильнике появляется. Классное средство для быстрой уборки холодильника. Так, что у нас еще тут есть? Еще есть ванеж для ручной чистки ковров, тоже вот прям на донышке осталось. Это незаменимая штуковина для тех, у кого есть домашние животные и есть ковры, потому что что-то, да, сделают домашние животные на ковре, так или иначе, это неизбежно. У кого есть животные, те меня прекрасно сейчас понимают. Вот, я не знаю, честно говоря, вообще ни одного средства, кроме ванежа для ручной чистки ковров, поэтому все время покупаем его, я не могу сказать, что я от него прям в каком-то восторге. У него на мой вкус довольно такой неприятный запах, но со своей задачей почистить ковер он, в принципе, справляется. Но, кстати, пробовала я этим ванежом чистить ковер целиком. У нас есть небольшой такой коврик с длинным ворсом, светлый достаточно, и я пробовала его целиком, прям весь почистить этим средством. И ничего хорошего из этого не вышло, ковер был просто мокрый. Да, он стал пахнуть этим средством, но он не стал чище. Поэтому именно как средство для полной чистки ковра я его не рекомендую. Но как средство для точечного очищения каких-то поверхностей грязных на ковре работает, в принципе, нормально. Но если вы, кстати, знаете что-то лучшее, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Так, что у меня есть еще? Это ополаскиватель для белья от Вернель Суприм суперконцентрат роскошной заботы о ткани с изысканным французским ароматом. Вот, кстати, к аромату у меня тут вообще много претензий было, ну потому что он вообще неприятно пахнет. Пахнет каким-то запахом, как в магазине бытовой химии. Вот такой просто какой-то запах сборной солянки из стиральных порошков, ополаскивателей и всяких средств бытовой химии. Неприятный. Тут еще написано, что в нем миллион разглаживающих частиц, но по факту, мне кажется, белье после него было не особо мягким. И как-то я не почувствовала, что это средство упрещало мне глажку белья, что белье гладилось с ним легче. Вообще, в последнее время как-то Вернелем я разочаровываюсь. То есть, раньше мне нравились их ополаскиватели, но в последнее время как не возьму, так все... Так, все, даже из рук выпал. В общем, в последнее время как не возьму Вернелем, так все время остаюсь им недовольна. Следующий продукт это гель для очистки унитаза с Анитори Формула. Покупала я его в Фикс Прайс. Если, кстати, помнить мой ролик про покупки из Фикс Прайс, я его там показывала. Но он вообще не работает, вот-вот-вот вообще ничего не делает. Очень плохой гель, у него очень жидкая формула, он прям как водичка наливается. То есть, расход здесь огромный, буквально ты переворачиваешь бутылку, и у тебя чуть ли не пол бутылки сразу выливается. У него очень слабенькая формула, я не знаю. Ну, то есть, если сравнивать это с туалетным утенком, например, туалетный утенок работает в разы лучше. Да, он дороже, но он реально работает. А это, ну, какая-то прям вот совсем бяка. Давайте-ка разбавим неудачное удачным и расскажу о креме Сиф. Я думаю, что все вы его пробовали наверняка. Это средство продается еще с моего самого раннего детства. Я помню, у нас дома этот Сиф всегда был. Я им люблю мыть раковину на кухне. Это кремовое средство, и, соответственно, в нем нет абразивных частичек, которые будут царапать раковину. Вот, кстати, у мамы дома мы часто мыли раковину на кухне порошком, типа Pemalux. И в итоге раковина очень испортилась из-за того, что вот эти абразивные частички порошка просто-напросто травмировали поверхность раковины. Поэтому я теперь у себя мою только Сиф, никаких абразивных порошков не применяю. Сиф классно очищает поверхности, при этом хорошо натирает краны до блеска, и у него достаточно приятные запахи. Этот вот с лимоном был, но мне больше нравится, знаете, какой-то цветочный, такой вот в бело-розовой упаковке. Мне кажется, он вообще классно пахнет. И хватает, кстати, всегда очень надолго мне такого одного флакончика. Я просто люблю Сиф и постоянно покупаю. Тайт гель-концентрат для стирки цветной одежды. Ой, девчонки, вообще не понравился. Прям вообще. Очень плохо отстирывает белье. Я стирала им свой светлый пуховик, и он у меня такого светло-светло-голубого цвета. И, соответственно, там на рукавах прям сильно видны вот такие грязные темные полосы, которые просто появляются за секунду после того, как выйдешь из дома. Поэтому я больше, наверное, никогда не буду покупать себе светлые пуховики. Я с ним так намучилась. И покупала я этот гель для того, чтобы, собственно, этот пуховик стирать. Но по факту он не отстирывает нормальные вещи. Приходится отдельно замывать с ванишем эти рукава, и только тогда отстирывается. Я вообще обычно покупаю персил. Но тут я не знаю, чего меня дернуло купить этот Тайт. Наверное, он был по какой-то супервыгодной цене. И еще он очень неприятно пахнет, прям супер неприятно. Хотя Тайт именно в формате стандартного порошка вроде бы нормально пахнет. Но вот этот гель прям совсем-совсем-совсем не понравился. И последнее средство на сегодня тоже мне не понравилось. Знаете, я, похоже, какой-то супер придирчивый человек бытовой химии. И сегодня прям многое ругаю. Я не знаю, я об этом даже никогда, кстати, не задумывалась до того, пока не села снимать это видео. Это средство для удаления плесени без запаха хлора от бренда Просепт Профессионал Чемистре. Я покупала этот спрей, когда мы только переехали в эту квартиру. Тут на ванной, по бортику ванной, было немножко черной плесени. И, конечно же, я решила ее вывести, потому что черная плесень очень опасна для здоровья. Увидела вот это средство в магазине, взяла попробовать. По факту вообще никак не повлияло это средство на плесень. Ну, просто вообще никак. Ни граммулечки, ни миллиметрика плесени от него не исчезло. В итоге плесень я вывела совсем другим средством. Обычным доместосом в белой упаковке. Я прям его жирно наливала на бортики в ванной и оставляла на несколько часов. Так я делала, по-моему, раза два или три. И вся плесень полностью исчезла. А потом сверху муж покрыл герметиком эти бортики. И в итоге у нас уже, сколько мы здесь живем, практически два года. За два года ни разу плесень не появилась. То есть до места здорово помог. А вот это вот оказалось полной фигней. Поэтому, если где-то увидите, не берите. Не работает. Вот, в общем, буду заканчивать это видео. Пишите, как вам такой формат про уборку дома, про средства бытовой химии. Интересно вам или нет. И если видео понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И подписывайтесь на меня в инстаграм. Я всегда вам там буду очень рада. Все, всех вас целую, обнимаю. Пока-пока. До скорой встречи в новых видео. До свидания.